Всем привет-привет! Вы на канале Счастье быть мамой и сегодня у меня видео будет рукодельное. Я наконец-то могу похвалиться вам своим законченным процессом под названием Дубовая роща от фирмы Лука-С. И прежде чем показать вам свой шедевр, который у меня вот здесь в рулончике скатан, я хочу рассказать вам о том, что я хочу рассказать вам характеристики данного набора и в итоге вышивки и свои впечатления о данной фирме. Итак, перед глазами у вас сейчас ниточки, которые остались от отшивы Дубовой рощи. Скажу вам, что я достаточно экономная вышивальщица и у меня остаются только очень маленькие хвостики. Все ниточки, которые могут мне пригодиться в процессе дальнейшего отшива хвостики, вот видите, я их вешаю все-таки назад на органайзер. Кстати, намотка ниток вот такая вот и мне неудобно пользоваться вот такими органайзерами, поэтому я сделала самодельный, на простой картонке проделала дырочки, нарисовала значки и навешала все ниточки. Конечно, потом по итогу я поняла, что можно было сделать гораздо проще. Можно было сделать дырочки прямо вот здесь вот и вешать рядом, но как-то вот я сразу не догадалась, ну и может быть моя организация была даже и удобней. Видите, сколько ниточек осталось, очень много осталось черного цвета, зеленых цветов тоже осталось достаточно. Почти ушли только те цвета, которых было очень мало ниточек и в процессе отшивок было очень мало, соответственно и осталось их буквально вот, вот такой вот серый цвет, например, но его было совсем, мне кажется, не было даже 100 крестиков. Ну, может быть, 100 и было, но все равно. Остальные нет у меня тех цветов, которых мне не хватило. Все, которые ушли вот с этих органайзеров, висят у меня вот здесь вот. Ниточки в использовании мне очень понравились. Они фирмы Анкор. У меня, к сожалению, уже нет обложки набора. Я вам сейчас вставлю картинку, как выглядит данный набор. Он у меня в кресте. И вот здесь вот вы можете увидеть характеристики данного набора, содержание его. Мулине Анкор. Далее, канва Цвайкард. Схема, иголка, инструкция. Мулине 100% мерсеризированный хлопок. Очень мне понравилось и содержание набора, и качество его составляющих, и, конечно же, сама вышивка и схема. Схему я безбожно рвала и выкидывала, не оставляла ничего. Вот сейчас у меня остался клочок схемы, который от последнего листочка углового. И вот здесь вот я для себя выделяла цветом то, что уже отшила. Мне так удобнее, потому что в черно-белых схемах я немного теряюсь. Тем более, что единственное, что мне здесь не понравилось, это схожесть значков, которые расположены рядом. Я очень боялась запутаться в значках D, английском, и O. Эти два значка для меня часто сливались, да, и путались. И дело в том, что еще они очень часто располагались именно рядом, и вот в этой вот такой каше было сложно их разграничить. Поэтому я взяла уже цветные маркеры цветовыделителя и стала выделять то, что отшила, чтобы уже не запутаться. Схему я уже потом просто рвала, оставляла вот тот кусочек, который мне нужен, и он у меня был прицеплен к пяльцам на магнитик. Изначально начинала вышивать я дубовую рощу свою на раме, но так как начала я ее вышивать 3 года, 10 месяцев и 10 дней назад, то, сами понимаете, что это прошел большой срок. За это время у нас появился третий ребенок, сыночек, и мне пришлось как-то переорганизовывать свой процесс для того, чтобы это было удобно, мобильно, и ребенок не мог уронить на себя станок, никаким образом навредить себе моим рукоделием. Поэтому я купила себе такой диванный держатель для пялец, давно я о нем мечтала, и наконец-то решила все-таки приобрести, и не прогадала. Это оказалось именно то, что мне нужно, он очень удобен, он мобилен, его можно поставить на стол, на диван, он легок, и я на нем уже продолжала вышивать свою дубовую рощу. Ну и давайте же я вам сейчас разверну и покажу, что у меня получилось на конве. Она большая, надеюсь, что она поместится в кадр. Вот такая вот красота. Вот так вот. Мне пришлось расположиться на диване, потому что нигде больше у нас нет такого места, чтобы снять во всей красе мою дубовую рощу. Итак, повторюсь, вышивала я ее 3 года, 10 месяцев, 10 дней. И, конечно же, она у меня запылилась. Как я ее не берегла, все равно мне ее необходимо было постирать. Сейчас фрагмент видео, как я ее стираю, я тоже вставлю сюда. Ну вот и пришло наконец-то время для стирки моей дубовой рощи. Девчонки, вы даже не представляете, сколько я этого момента ждала. Это такое счастье, у меня такой подъем эмоциональный и творческий. Сразу хочется много чего начать. Но у меня еще есть что продолжить. Об этом я вам тоже расскажу попозже. Ну а пока я занимаюсь стиркой своей дубовой рощи. Один раз замочила ее уже просто в теплой воде. Она у меня пару часов постояла. Теперь я ее замочила немножко с детским жидким шампунем. Ну, мылом, шампунем. Я думаю, что детская химия бытовая, она достаточно щадящая. И надеюсь, что она как-то, ну, скажем так, не скажется плохо на моей вышивке. И хочу сейчас воду слить, чтобы показать и вам, и себе, какая вода чистая. Нет, но она слегка мутненькая, потому что здесь мыло. Но все-таки, давайте посмотрим. Ну нет, сейчас уже вода чистая, кстати говоря. А первая вода была такая прям серенькая. Ну, то есть я делаю вывод, что она у меня не такая уж и грязная. Или все-таки первая замочка ее всю основную грязь, наверное, взяла. Ну, какая здесь грязь? Здесь пыль, конечно же. Все-таки я, конечно, ее и накрывала, и хранила в сумочке в рукодельной, и убирала на какой-то период. Но все равно, что ни говори, пыль садится, тем более летом. Пыль умудряется садиться везде, поэтому ничего удивительного. Сейчас я ее еще раз залью уже чистой водой, без всякого мыла. И потом уже буду вынимать и сушить. Мне было интересно, какой будет результат после стирки, много ли будет на ней загрязнения. И, как вы видите, у меня не осталось разметки на данной конве. Вся разметка смылась, хотя я, в принципе, не переживала из-за этого, потому что ее нигде не видно сквозь нитки. Совершенно нигде. Давайте посмотрим. Вот здесь была такая сеточка, и вот ее нет ни здесь, ни на самой вышивке. Все отлично сошло. Хотя водой я сначала замачивала комнатную температуру, потом делала погорячей, чтобы хорошенечко отстирать кое-какие загрязнения. И, в общем-то, это не навредило моей вышивке. Работа шикарная. Работа вышивалась очень интересной. Единственное, что было немного трудновато, вышивать те места, вот, например, вот эти вот, да, где идет вот эта вот зеленушка, зелень, зелень, зелень разных цветов, и совершенно непонятно, когда водишь носом по конве, совершенно непонятно, что ты вышиваешь. И уже потом, когда в следующий раз подходишь к вышивке, издалека ты видишь, что, оказывается, это либо какой-то куст небольшой. Забыла ножнички свои. Либо это какие-то цветочки вот здесь вот, либо это вот такой кустарник, порсаль какая-то перед большим дубом. Вот здесь вот какая-то, да, тоже, то ли муравейник, то ли что. Ну, по-моему, это муравейник. В общем, песчаная, вот это вот песчаный срез берега, кстати говоря, вот здесь вот, с этой стороны видно, что это вода, в ней отражается вся зелень. И на самом деле я посмотрела оригинал картины. Здесь идет не просто озерцо, здесь, видимо, протекает река, она уходит вот сюда вот. Но просто сам сюжет немного урезали, и получилась вот такая вот замечательная картина. Я вам сейчас обязательно тоже вставлю сюда оригинал, чтобы вы смогли посмотреть, с чего была сделана, разработана данная вышивка. А многих пугал вот этот вот ствол, который торчит вот здесь вот, и обрывается, как-то уходит в небо. Но еще раз рассмотрев внимательно и вышивку, и оригинал, становится понятно, что это сломанное дерево, которое растет вот здесь вот, вот оно прячется за ветвями, и выходит вот сюда вот, и торчит здесь. Поэтому ничего убирать я не стала. Сделала все, как есть, по схеме. В конце концов, мы покупаем наборы для того, чтобы вышивать их такими, какие они есть. Ничего не меняю. Этот набор мне подарил мой супруг на Новый год. И я, конечно же, сразу начала, ну не сразу, через два месяца я начала его вышивать, для того, чтобы подарок не залеживался. Я очень не люблю, когда подарки залеживаются. Хочется, чтобы человек знал, что его подарок ценен. И, конечно же, хотелось увидеть эту красоту у себя на стене. Посмотрите, какая перспектива. Вот здесь вот вдали можно просто, вот я не знаю, любоваться, смотреть туда вдаль, и пытаться пройти туда, и прогуляться среди этих дубов, о чем-то подумать, помечтать. Шикарная, шикарная перспектива. И на вышивке она смотрится тоже очень здорово. Два года назад мы были практически в такой дубовой роще, тоже на берегу реки. И для меня это такое знаковое, знаковая картина, которая будет теперь висеть у нас в квартире и радовать нас, и как бы набивать на нас воспоминания. о нашей прогулке по такой вот дубовой рощице. Очень мне нравится, как передан свет. Свет дня и свет солнца на этой картине. Какие зайчики, вот эти вот солнечные лучи озаряют дубовую рощу. Посмотрите, вот эти вот стволы деревьев и вот этот вот солнечный свет, такое знойное, знойное такое лето. Все это отображает вот эти вот вековые дубы. Они наверняка вековые, потому что посмотрите, какие они большие. Они просто огромные. Их ветви переплетаются друг с другом. Некоторые поломанные, да. Возможно, во время грозы молния ударила в дерево. Возможно, просто оно как-то пострадало и сломалось. В общем, это шикарная вещь, которую перенесли с полотна художника на полотно вышивальщицы. Я очень благодарна фирме Лукаэс за такое удовольствие, доставленное мне, как вышивальщице, при вышивке данной работы. Что еще хочу сказать? Конечно же, я планирую в своей дальнейшей вышивальной жизни вышивать большие работы. Но пока я хочу немножечко отдохнуть. И мои следующие работы будут чуть меньше в своих размерах. Но они не будут менее интересны. Об этом вы тоже увидите в следующем видео. Ну, а сейчас, наверное, я уже буду заканчивать. Чтобы не утомлять вас своими впечатлениями от данной работы, скажу только, что она того стоит. Именно в кресте. Есть такой набор в полукресте. И он по размеру получается меньше. И он стоит дешевле. Но я рада, что у меня вышитая картина именно в кресте. Почему-то к крестику я отношусь с большим трепетом, скажем так, чем к полукресту. Хотя, хотя, это только лишь мое мнение. Не хочу никого задеть, оскорбить и обидеть. Это просто вот мое внутреннее состояние моей рукодельной души на данный момент. Кто знает, что я буду думать через полгода, через год. Все меняется, время бежит и мы тоже меняемся. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо большое, что вы были со мной. Напишите мне, пожалуйста, какое впечатление у вас от данной работы, от моей вышитой картины. И вышивали ли вы дубовую рощу? Может быть, у вас тоже есть такое произведение искусства, не побоюсь этого слова. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и, конечно же, побольше времени на свое любимое рукоделие. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова